друзья всем привет ноябрь 2019 года зима уже второй месяц шагает по нашей планете шагает по ссср и шагает она также по николаевскому району второй месяц идет отопительный сезон тэц работает дома отапливаются но не везде отопление радует горожан вот например в наличии картонный домик для подтопленцев домик теплый из сип панелей жильцы надежно спрятаны от ветров за стенами из гипсоволокна картона и пенополистирола в народе их называют картонные дома или еще пластиковые но что делать если на улице зима а батареи чуть живые конечно же необходимо теплее одеваться и спать в шерстяных носках это шутка а если серьезнее если серьезнее то и подойти к вопросу необходимо серьезнее и по возможности творчески первонаперво обозначаем проблему а затем уже делаем объективные выводы что мы имеем отопление запущено вот уже второй месяц а батареи в доме комнатной температуры как еще говорят в народе батареи чуть живые николаевская тэц подает горячую воду для отопления в городскую теплосеть предприятие баланс содержатель сети отвечает за подвод тепла от николаевской тэц до стены здания в данном случае до дома по улице советская 145 от стены здания и внутри здания за горячее водоснабжение и отопление отвечает управляющая компания в данном случае известная нам о мой дом нкл под руководством семейного подряда бывшего уголовника полковника тягушева соседних картонных домах отопление функционирует нормально почему же отопление практически отсутствует в картонном доме по улице советская 145 мы поинтересовались у жильцов и у слесаря который выполнял осмотр элеваторного узла в данном здании а паудэк же вам тепло предоставила до стены дома а остальная уже забота вот этих вот компаний которые которые занимаются они просыпали температуру 18 градусов ну вот вызовите просто педа делов так ученик сейчас работает у нас нет ни одной лаборатории сейчас аттестованы у них управляющей компании есть свой человек который занимается измерением температуры потери и удает подписаны бумаги если холодно минус меньше 18 или 18 надо дает она дает акт составляется с этим актом идешь липло в теплосбыт и подается перерасчет она просто померила сказал у вас 20 21 градус это нормально а чем она поверила а там промерила у нее градусник большой есть потом такая штучка с пипочкой с красной на стенку на пол налила сказал у вас даже стены теплые она должна была вам оставить акт она оставила нет давайте кстати забрать его в нем должны быть отметки ставить и проверки приборов и кто приборы поверял потому что я тоже могу купить градусник и намерить кучу всего у нас туда пришла в них градусник большой не наложит вот так ставят на таком расстоянии от пола ложится градусник и замеряется прямо готова все хорошо и вы правильно потому что у нас обогреватель включен у нас плитка включена чайник для включены нас там пять шесть человек живет конечно у нас надышали уже а три с половиной тысячи мы за что должны заплатить за холодной батареи три с половиной тысячи до у нас больше даже вы хоть на же двухкомнатная большая квартира поэтому я не знаю сейчас холодно он добавил от ребятишки маленькие как оказалось ларчик открывался просто засорились теплообменники то есть управляющей компании необходимо было просто-напросто направить в элеваторный узел толкового слесаря который бы выполнил ревизию теплоузла и произвел техническое обслуживание теплообменников возможно выявив при этом еще ряд неисправностей и так техническое обслуживание теплоузла произведено но в квартирах дома по-прежнему холодно что делать перво-наперво написать заявление на управляющую компанию где ясно изложить вопрос батареи холодные просим засвидетельствовать сей факт и учесть его в ретроспективе то есть самого начала отопительного сезона с 31 сентября 2019 года заявление напомнить что замеры температуры воды в радиаторах батарей производится на обратке с привлечением аккредитованной организации второе заявление пишется тоже на имя управляющей компании в нашем случае полковнику тягушево компании о мой дом нкл в котором напомнить ему тягушево о взятых им обязательствах по обслуживанию многоквартирного дома и не выполнение этих обязательств связи с этим просите досудебно оплатить полковника тягушево квитанции по удэк за отопление квитанции прикладывайте к заявлению копии заявлений с сопроводительным письмом прошу взять на контроль направляете в администрацию николаевского муниципального района можно направить главе николаевского муниципального района можно направить начальнику службы жкх можно направить председателю депутатов в Хлупиной, а можно всем вместе. С подготовкой заявлений могу помочь лично. Мои телефоны под видео на YouTube-канале. И лично я сам свидетельствую, в квартирах действительно холодно. Если управляющая компания не в силах заниматься управлением дома, так может быть она откажется от управления этим домом и передаст его тем, кто может заниматься управлением. А пока мы имеем в наличии рассыпающийся жилой сектор, все усиливающийся разруху и раздутые квитанции с непомерными суммами за неоказанные надлежащим образом коммунальные услуги. Всем, кто пребывает в подобных ситуациях, переправляйте свои квитанции в вашей управляющей компании и привыкайте бережнее относиться к своим средствам. И ни в коем случае не оплачивать холод. А то с таким подходом нас скоро заставят оплачивать воздух, которым мы дышим. А пока мы ждем первое лицо Хабаровского края. Тепла нет, но вы держитесь. Постарайтесь не замерзнуть этой зимой. Роман Зайцев, Живу на ДВ. Вопросы местного уровня. Николаевск-на-Амуре и Николаевский район. Подписывайтесь на канал. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok